Рад приветствовать вас на телеканале «Импакт» в прямом эфире. Мы встречаемся с вами на программе «Влияние». Спасибо, что вы с нами. Юра Аскеров со мной. Юра, добрый вечер. Будь благословен. Будьте благословен. Будьте благословен. Welcome back. Рад тебя видеть снова. Спасибо. Снова уйдем в тему. Библия полна образов, аллегорий, символов. Не зря Христос выражался, если мы говорим о Новом Завете, Он много выражался притчами и толкованием этих притч. Но сегодня мы пойдем чуть глубже. Да. И сегодня у нас программа очень интересная. Бомба созидания. Почему? Потому что то, о чем мы будем говорить, оно созидает. Это первое. Во-вторых, оно разгоняет всякую тьму. Всякую. Почему? Потому что, извините, можно идти в темноте, спотыкаться, где-то бродить, блудить. Но когда появляется свет, все становится ясно, четко, понятно. Все на своих местах. Хорошо видно дорогу. Хорошо видно препятствия на этой дороге. Все хорошо видно. Дальше, друзья. Эта бомба, она делает интересные вещи в нашей жизни. Почему? Потому что она разрывает то, что было у нас когда-то и дает новое, прекрасное и благословенное. Хорошо. Но давайте спросим, а как это все может быть? И с этим мы обратимся к Всевышнему. Ну, вы знаете, у нас есть тот, который объясняет тайны, который благословляет, который показывает то, что нам не было видно, который открывает то, что будет когда-то. И знаешь, Юра, есть одно очень интересное место. Ну, перед тем, как мы будем говорить о написании Торы, о написании Священного Писания, я бы хотел пророчества Даниила. Ну, мы немножко с тобой говорили за него. Где-то, ну, может, 586-й, ну и ниже, потому что Даниил пророчествовал при Новохудоносоре и кончил пророчество при Валтасаре, последнем царе. Он при пяти царях. Да, да, да. При пяти царях, да. И получается, когда Новохудоносору было видение истукана, он вызвал Даниила, и Даниил сказал, что это откровение от Бога. Это Бог дает откровение. И когда на следующий, через определенный первый жуток времени, он пришел и он объяснил. Он рассказал ему всю мировую историю до нашего дня. Ну, кажется, Господи, ну что там интересное? И он рассказал, что есть сейчас Вавилонское царство, на смену придет Персомедия, на смену Персомедии придет греческое царство, и, как говорится, ну, за одного из царей этого царства, ну, впоследствии евреи говорили очень хорошо. Дальше, это царство будет побеждено другим, и это царство просуществует до конца времен, пока камень от Бога не упадет и не разрушит это царство. Ну, это все говорится, ну, по толкованию богослову за Римскую империю, которая существует до сего дня. И если мы понимаем сегодня Единая Европа, все понимают это именно Римская империя, Римская империя. Ну, хорошо, друзья, давайте мы обратимся сейчас к книге, которая лежит у меня на столе. Вы знаете, друзья, о ней говорить хочется много. И я не знаю, хватит ли у нас времени сегодня говорить именно о ней. Почему? Потому что, во-первых, столько благословений, столько секретов, столько откровений, сколько прообразов заключено в ней, и вы знаете, ни одна книга мира не написана так, как написана Тора. То есть, как написано Пятикнижье Моисея. Но я думаю, друзья, что после этой программы уже ни у кого не повернется язык сказать, что это Пятикнижье Моисея. Мы будем говорить, это учение Господне. То есть, ты не подозреваешь, что наши зрители кинулся изучать еврейцев? Ну, я бы очень хотел бы это. Почему? Потому что именно язык оригинала, он дает многие интересные вещи. Хорошо. Вот смотрите, друзья, если мы возьмем элементарное. Вот я открываю первую страницу. Первую страницу, ну, у меня еврейско-русская Библия. И если мы откроем, например, первую страницу, я не буду говорить за многое, но просто я немножко скажу. Смотрите, вот от первого слова, от первого слова, от берешит, это в начале. Вот берем последняя буква Т. Т. От нее отсчитываем 49 букв. Буква Р. От буквы Р отсчитываем 49. Снова же 50-ая. То есть, здесь после Т – О. После О – Р. И дальше буква Х, читающаяся как А. То есть, вся книга Бытие идет в этой последовательности. 49 букв, 50-ая. 49 букв, 50-ая. И идет Тора, 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 Тора. Друзья, найдите мне хоть одну книгу Мира, которая написана так. Так же самое. И написана книга Исход. То же самое. От буквы Т отсчитываем 49. О, 49, Р, 49. Снова же Х, как А. Вся книга. То есть, а Левит – это в Яхве идет, да? Да. В Левит после буквы Й идет, считаем, 8 букв. И следующее. И получается Яхве, 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 Яхве. То есть, не 49, а 8? 8. По 8. А почему так? Ну, не знаю, это книга Левит. Это особая книга. Это книга божественных законов и благословений. Дальше. Если мы берем книгу чисел и книгу второзакония, уже Тора идет наоборот. Но та же последовательность. 49, 49, 49, 49. И каждая 50-я буква выпадает та, которая нам надо. Друзья, 5 книг написаны в определенной последовательности. Друзья, это что-то уникальное. Человек не думал, не мог додуматься до такого, чтобы написать так. И вы знаете, как, извините, я немножко сошлюсь на Коран. Там написано, что Бог дал Тору. Тору. Тора это откровение. Было Моисею. Это было откровение Моисею. Но, извините, это благословеннейшее откровение. Знаешь, почему она уникальна? Потому что написано, что никто из человеков не говорил с Богом, как Моисей говорил, лицом к лицу. Ну, Юра, один говорил, но его потом приказали ликвидировать. Ты говоришь, а ну-ка напомни. Это был Валам. А-а-а. Валам. Да, да, понимаю. Но он имел огромнейшее откровение о Боге. Да, совершенно. И знал язык животных, потому что не удивился, когда ослица заговорила с ним. Хорошо, друзья. Но давайте мы посмотрим символизм этой благословенной книги. И снова, если мы возьмем первую букву, Б, она пишется довольно интересно. Внизу длинная черточка, потом идет как бы, ну, я не знаю, то, что поддерживает, и маленькая черточка сверху. Получается, как дом. И эта буква означает дом. И получается, мы живем на земле, но над нами есть, как говорится, тот, который прокрывает, благословляет и держит нас. Хорошо. Хорошо. Что меня удивляет здесь, дальше? Дальше идет откровение о том, Бог создал два света. Опа, люди задают вопрос, слушай, а как так можно? Мы видим первый и второй стих, и мы видим дальше, четвертый день творения, Бог делает, ну, видимое нами солнце. И много людей старались толковать, что это, как это, и так дальше. Но один из астрономов, если не ошибаюсь, Кеплер, он дал толкование. Говорит, когда Бог создал землю, он создал и астрономические туманности, которые окружали землю в то время и были очень близко с ней. Это акт творения. Это мы сегодня знаем, что они по кругу расходятся все дальше, дальше и дальше. По спирали. Да. И он говорил, что на то время этого света хватало, хватало. Достаточно было. Да, достаточно было, чтобы что-то видеть. Да. Ну, вы знаете, мы идем ночью. Ну, вроде света нету, но мы же видим, приблизительно, ну, трудно, но видим. Вот это было что-то наподобие. Но, когда в третий день Бог создает... То есть, ты можешь сказать, это еще было до светил небесных, до третьего дня. Да, да. В третий день Бог создает растения, которым нужен был совсем другой свет. Ну, да. Потому что пошли процессы фотосинтеза. То есть, углекислый газ перерабатывался в кислород, и растения могли и дышать, и жить. Да. И мы видим, друзья, это очень интересно. И снова же идет толкование этого, почему так. Неужели одного света Бог не мог создать для того, чтобы мы все видели, мы все знали. И вы знаете, и тут вмешивается богословие. Есть два откровения Всевышнего. Одно общее откровение и одно спасительное откровение. Если мы видим общее откровение, оно похоже с тем светом, который было, ну, в первый день творения. Да, оно есть для всех. Люди что-то замечают. Кто-то видит Бога, кто-то не видит. Кто-то видит Его творение, кто-то не видит. Кто-то видит уникальность этого. Но это одно. Это затворение. Но спасительное откровение, оно дается человеку на спасение. Почему? Потому что мы знаем, Римлянам 1 глава, она нам описывает с 19 стиха и дальше. Человечество. Трижды или четырежды. И предал их Господь. И предал их Господь. И дошло до того, что они не только делают злые дела, но и поощряют. Поощряют, да. И мы это видим, друзья. И Писание четко и ясно объясняет человека, как зло от юности его. Это писал Давид, это писали пророки, это написано в Писании. И вот спасительное откровение, оно дается для спасения человека. Человек понимает, своими добрыми делами он не может заработать спасение. И даже сегодня в церквях есть ересь. Я еще раз повторяю, ересь какая? Ты получил спасение, теперь свое спасение ты должен подтверждать своими добрыми делами. Ребята, не подтвердите. Не подтвердите. Потому что делая одно-два хороших дела в день, извините, ваша голова, ваши мысли, ваши действия делают намного больше хуже. И Писание говорит, возьмите здесь за один грех. И вот спасительное откровение, как Библия говорит, он спас нас не по делам нашей праведности, которые мы бы сотворили. Смотри, Юр, слово спас, оно в бывшем времени. Не в настоящем и не в будущем, оно в бывшем времени. Он спас, он это сделал. Банью возрождения. Посредством слова. И обновлением Святым Духом. То есть, что он делает? Он вертает нас в состояние Адама и Евы до согрешения. Извините, это Божья тайна. Как Бог это делает? Объясните мне. Никто не объяснит. Немножко может сказать только человек, который сам пережил это в своей жизни. И вот смотри, два, как говорится, света. И мы видим одно откровение, как бы, общее для всех, а другое спасительное откровение для спасения. Дальше. Бог создает человека. Ой, Юра, люблю эту тему говорить. Почему? Ну, потому что мы сами люди. Ну да. Хорошо. Давайте мы посмотрим четыре значения слова Адам. Ну, будем по порядку. Первое. Адам. Первая буква Алиф. Это Бог, дам, подобие. Первая глава Бытия говорит о создании человека, как дух. Ну, многие не соглашаются, но, знаете, свидетельство двух есть истина. Второзаконник, 4 глава, 32 стих, говорит, вспомните времена, как Бог создал человека, то есть Адама. От края неба до края неба, дух человека. Он великий. Он, ну, я не знаю, какие слова, какие эпитеты тут можно сказать, Юра. Но широта человеческого духа, она велика. Но дальше Писание говорит, что Бог делает тело для человека и вдыхает туда дыхание жизни. Другими словами, Адам встает перстным. То есть от слова Адама, земля. То есть, простое толкование, человек, каждый человек, без исключения, каждый из наших зрителей, это дух, который живет в теле и имеет душу. Это самое простое бездельное. Хорошо. Вы, вот, дорогие мои, вы дух. То есть, и это то, что не умирает. Да. Как ты говоришь, вот этот перст, земля, в которую человек превращается, в прах, оно умирает, но дух никогда не может умирить. Да. Но есть еще одно толкование. Если мы видим именно Адам, я уже сказал, это и, ну, значение слова человек, Адам. Я уже сказал три значения. Первое перстный, потом человек, и третье значение это, ну, похо подобен Всевышнему. Но есть еще одна, ну, как бы закодированная в этом имени. Адам, Алиф, Д, Далет и М. Мы смотрим, первая буква Алиф, это всегда значение Бога. Бог. Дальше, Д, Давид. Опа, а при чем тут Давид? То есть, линия уже оттуда шла. Да, это идет линия спасения. И от Давида идет Машеах, то есть, из его потомства. Мессия. Мессия, да, Мессия. И мы видим Бог, Давид, Мессия. То есть, идет линия Божьего спасения в одном имени. Юра, вот это очень интересно. Мы об этом практически не слышим никогда. И ни в церквах, ни в проповедях. Это интересная, глубокая тема. Ну, Юра. Если поверхностно говорить, Адам, это перст взят из земли, а новый Адам, это Христос, с неба сшедший. И все, и мы пошли дальше. А здесь великая глубина, Юра. Это величайшая глубина. Почему? Потому что это то, что Бог дал для нас. Дал для нас. Почему Юра сказал, что может кого-то заинтересует иврит? Пожалуйста, пусть Бог благословит. И вот мы видим, друзья. Но дальше идет еще интересная вещь. Адам увидел, то есть, Бог увидел, что Адаму нехорошо. Одному. Адам, адам, адам. И что он делает? Он насылает на него крепкий сон. Мы подразумеваем в Библии часто сон, это смерть. И берет одно из ребер. То есть, еврейское слово циля, оно не просто ребро. Оно имеет еще одно значение, грань. И Бог как бы берет одну из граней мужского характера эмоции. Наши Евы благословенные, ну извини, Юра, эмоции гуляют. Почему? Ну, во-первых, во-первых, благодаря этим эмоциям мы получаем благословение в доме. Благодаря этим эмоциям растут наши дети. Благодаря этим эмоциям мы приходим домой. Ах, как вкусно пахнет. Борщ. Ага, да. И не только борщ. Благодаря этим эмоциям мы получаем благословение от Бога. Почему? Потому что в большинстве своем сильные, крупные молитвенники это женщины. Это женщины. Я это видел по своему городу. Я это вижу сегодня по Америке. Потому что одна из наших знакомых, она постоянно молится за нашу семью. Постоянно. И ты знаешь, Юра, был интересный случай. Она молилась еще в Нововолынске. И духом святым выходили слова. Нури, 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 Нури. Муж ее подходит, слушай. Что у тебя за Нури? Что это такое? И буквально, я не помню, 11 или 12, или 13, вот я приехал в Украину. И меня тогда сильно схватило, положили в больницу. И говорит, сестра, я читаю газеты. И вижу проповедь миссионера Нури Аскерова. Это о тебе было. Да. И она молилась за меня, не зная. Это дух святой. Аминь. Юра, я к тему. Одна из церквей, я не знаю, ты слышал это или нет. Это пастор здесь лично сидел на твоем месте, рассказывал. Там, где он служил пастором, давно, это было 40 или 50 лет назад. Далеко до эмиграции. И Господь через эту сестричку, старшую по возрасту, постоянно шло слово сакрамента. Ты слышал эту историю? Нет, я не слышал. Да, это рассказывал пастор здесь, сколько назад. Постоянно сакрамента, сакрамента. И говорит, мы вставали с колен, ну что такое сакрамента? Ну что это Господь? Такого слова-то никогда не слышали. Потом, пока церковь оказалась здесь, она оказалась здесь, Бог привел их в сакрамента и вспомнили они, что это... То есть, как ты говоришь, Дух Святой, Он же ложит. Аминь. Это от Него. И если там Нюри, я думаю, что там и Юра был в молитвах где-то, там рядом около Нюри, правда? Но я не знаю, я не знаю. Дело в том, что я только в восьмом или в девятом классе узнал, что я Нюрий. Все называли Юрий. Когда в восьмом классе я принес свидетельство о рождении на свидетельство о восьмом классе, весь класс бежал смотреть. Потому что все меня знали как Юрий. А подожди, так тебя здесь поменяли, на Нюри? Да я думал здесь, Юра. Нет, дело в том, что... Я же тебя сто лет уже Юра называю. Слышу, я приехал в сакрамент, слышу на радио Нюри, Нюри. Думаю, что за Нюри? Я его всегда Юра звал. Так это оказывается, оно оттуда тянется, Юра. Продолжаем. Хорошо. И вот мы видим интересные вещи за Адама. И теперь наша благословенная Сарочка. То есть не Сарочка, а... Ева. 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 И получается, что Бог делает уже... Берет другой глагол, это осе. Это вот осе. Кружка, например, есть глина, с кружки сделали... То есть глины сделали кружку. Есть уже, как говорится, материал. Из этого материала делается... Обжигают и делают керамику. Да. Но в данном случае мы говорим, что есть инструмент, то есть с чего делать. Это было ребро Адама, и делается Ева. Понятно, понятно, да. И Адам выдвигает сразу же духовный закон. Вот это плоть. Да. Плоти моей. Да. И кость от кости. Оставить человека отца и мать. И прилепиться к жене своей. Сегодня, конечно, многие отца и мать не оставляют. Ну, извините, живут как бы между тем и между тем, ну, принося, конечно, в семью проблемы и так дальше. Но смотрите, теперь мы видим Новый Завет. Оставит, оставит Адам. Он оставил своего отца и пришел на эту землю. Это Новый Адам. Ты говоришь, это Новый Адам. Да, да. Я говорю за Иисуса Христа. Он оставил своего небесного отца. Он пришел на эту землю для чего? Для того, чтобы приобрести семи невестов. Церковь. Хоть мы знаем, церковь, это еврейское слово кавал, оно было и в Ветхом Завете, оно есть и в Новом Завете. И мы видим, что это получается как бы общество искупленных людей. Да. Общество искупленных людей. И мы видим, какие великие прообразы Писание оставляет для нас. Это написано в этой книге. Хорошо. Что мы можем еще сказать за эту книгу? Ты знаешь, Юра, есть очень много вещей, например, которые мы говорим за Тору. Например, мы знаем, что очень много вещей, очень много вещей, они, я просто боюсь это сказать нашим людям, они есть как бы здесь, но их надо найти. Вы знаете, Писание говорит евреям, я дал вам землю, идите, возьмите. Дальше Иисус говорит, исследуйте Писание. То есть оно есть, оно дано вам, исследуйте. То есть копайте, может что-то найдете, и найдете довольно интересные вещи. Хорошо. Много вещей, вот снова же, Павел, другие из апостолов дают как бы то, что было написано в... В Ветхом Завете, в Торе. В Торе. Я буду пока говорить за Тору. Хорошо, да. И потом как бы переводит это в Новый Завет. Вот, например, Авель и Каин. Авель и Каин. Мы знаем, друзья, это очень интересная история. Почему? Потому что мы до нее практически не доходим. Мы знаем, что один убил кого-то, и другой то же самое. Но проблема из-за чего? Из-за чего? И еще раз, из-за чего? Почему Авель назван первым праведником, который умер за дело Божие? Мы снова знаем. Я когда-то заинтересовался, говорю, Господи, я не понимаю одной вещи. Где была совершена первая жертва? Это был 93-й год, я молился, потому что никто ответа мне на это не давал. И Дух Святой дает ответ, Эдемский сад. Эдемский сад. Адам и Ева согрешили, и Бог делает им первые одежды, то есть праведность. Одежда, это в Библии всегда праведность. То есть изменение одежды, это когда Бог дарует праведность. И в данном случае были убиты первые животные. И с их кожи, Адаму и Еве, сделаны одежды праведности. И вот теперь Авель и Каин. Двое идут для того, чтобы принести Богу дар. Но мы знаем по Писанию, и полностью в красной линии через все Писание проходит. Сначала жертва, ты грешник, ты недостоин, с тобой Бога нету ничего. Ты должен принести очистительную жертву, то есть жертву всесожжения. И только после этого Бог начинает говорить с тобой. И вот Авель, он принес от первородных. То есть он исполнил то, что Бог хотел. И я верю в то, что эти люди, они знали то, что Бог говорил им. Вероятно, от родителей. От родителей. Ну а Каин, Господи, так у меня есть чем к тебе прийти. Плоды земли. И Библия говорит, что жертву Каина он принял, а дар Авеля нет. И это, это возмутило брата до такой степени, что он делает убийство. Я слушал, вернее, читал толкование раввинов. Говорит, почему не провели ни одного слова из этого разговора, который говорил Авель и Каин? Говорит, потому что ни одни слова не оправдают смерть родного брата. Тем более их было двое. Тем более их было двое. То есть там не было 10-15 человек? Нет, ну были их еще жены, то есть их сестры на то время. И вот мы видим, что Писание говорило, и снова, и приводятся слова, или Стефана, или кого, что пусть Бог вменит вам кровь, которая была пролита от праведного Авеля. И другими словами, мы знаем, что очень много людей, они страдали, то есть в данном случае за Божье Слово. И вы знаете, этот подвиг, он есть благословенным, он есть прекрасным, он есть тем, что Бог дает для нас. Позвольте спросить, где находил время и как находил время Моисей, чтобы получить обооткровение, он был сверхзанят лидером, сверхзанятый вождь израильского народа. И надо было такую глубину оставить, написать, когда он и где он находил столько времени. Юра, я думаю, что это было откровением Всевышнего, ну, возможно, не под диктовку, но что-то наподобие этого. Почему? Потому что так написать, так подобрать слова, так подобрать, чтобы они отвечали этим, ну, кодом, за который я сказал. Хорошо, ну теперь еще интересное. Знаешь, Юра, эта книга, эта книга, евреи говорят, что Тура имеет 70 лиц. 70. Да. Толкование в ракурсе 70, как говорится, направлений. И ты знаешь, для меня это очень интересно. Почему? Потому что многие вещи открывали для нас апостолы. Оказывается, апостолы были довольно умными людьми, и особенно Павел, который закончил, как говорится, школу Гамалиила, и сидел на первом ряду. На первом. Он у Гамалиила. Почему? Школа была 2000 человек. Человек проезжал, и он садился на задней лавке. Но как случилось так, что он сел на первой? Совершенно верно. Да, как? Ну, извини, это не то, что он год прошел, Павел пересядь, два, Павел пересядь, нет. Он осваивал науку, во-первых, Тура осваивал. Да, но дело в том, что, например, учитель задавал, или ученик задавал вопрос, и когда Равин слышал этот вопрос, он говорит, хорошо, а твое мнение скажи, пожалуйста. И ученик начинал излагать свое мнение по отношению этого вопроса. И тогда учитель говорит, слушай, пересядь на два или три ряда ближе ко мне. И так получилось, что Павел сел на первом ряду у Нога Малиила, у человека, у которого была очень, говорится, высокая традиция. То есть, потому что его отец Гилель, это был как бы один из руководителей Синедриона. И именно ему, ему принадлежит довольно интересное действие. Когда однажды к нему пришли люди и сказали, Ребе, ну, наверное, уже начался новый месяц, мы видели новую луну. Ну, небо было чуть-чуть закрыто точками, я говорю, нет, нет. Потому что мои учителя учили меня от дня нового луния должно пройти 29 дней, еще половину дня, еще три дня. И он доводил, ну, до определенного числа. Хорошо, это был первый век до нашей эры. Юра, в конце 20 века наши ученые только довели циклы луны. И ихняя ошибка с исчислениями Гилеля была 0,003 секунды. Нонсенс. Юра, по уровню образования, школа Гамалила, если перевести в сегодняшний эквивалент, это Харвард, это университет, Харвардский университет, знаменитый, самый первый, который котируется на мировом уровне. То есть, если ты окончил Харвардский университет, у тебя 99,9%, тебе возьмут с руками и с ногами, вырывают тебя любой работодатель. То есть, мы к чему, что это котировалось на высоком уровне школа Гамалила. Да, и школа Гамалила учила не только богословие, не только богословие. Еврейские астрономы стоят, ого-го, как высоко. Первый век. Дальше. Мы когда-то с тобой программу делали за это. Ну, смотри. В третьем веке до нашей эры в Талмуде записали одну интересную историю. Одного учителя спросили. Вот созвездие Плеярд. Сколько там звезд? Не было ни этих телескопов, не было ничего. Он посмотрел и сказал 100, а потом добавил крупных и средних. А это было тоже первый и второй век. Просто историю записали в третьем веке. И получается, когда вот этот телескоп Хаббл, они отправили в космос, и через определенное время они повернули на созвездие Плеярд, тот сделал фотографию, фотографию отправили на землю и посчитали ровно 100. Больших и средних. Я удивляюсь. Я удивляюсь, почему? Потому что еврейское богословие, оно было на основании Торы и на основании откровения Всевышнего. Хорошо? Хорошо. Ты знаешь, есть довольно интересные вещи еще. Когда-то на одной из передач я рассказывал о том, что один наш бывший советский ученый уехал в Израиль, и он создал компьютерную программу и туда поставил Тору. И Тора начала говорить совсем другим языком. И вот это место, где Иосиф предстал перед фараоном, оно звучало, как абстрагенгерский император Франц Иосиф, первый из европейских монархов, посетил Иерусалим в таком-то, таком-то году. Открывает энциклопедию. Точно, точно. Хорошо. Мы теперь видим, что здесь в Писании есть очень много того, что мы называем притчами, аллегориями, символами, дальше антропоморфизмом, метафорами, то есть, который Тора говорит другим языком, совсем другим языком. Почему? Потому что это Тора. Дальше. Многие задают мне вопрос за Кабалу. Помню, мы с тобой касались чуть-чуть. Да, мистическое учение иудаизма. Мистика. Но я понимаю, мы можем это сказать как откровение. Как откровение. Потому что я знаю, что слово мистика пугает наших людей. Режет, да, режет слух. Многих. Но как же мы тогда называем хлебопреломление? Это мистика. Никто мне не может объяснить. Это мы называем таинство. Таинство. Но от слова тайна, а это слово тайна, это латынская мистика. Совершенно верно. Нам легче воспринимать слово таинство. Потому что мистицизм, он ассоциируется, знаешь, с чем? Я понимаю ее. С какими-то волхвованием этими темными силами и прочее. Хотя само слово, оно неплохое. Продолжай. Ну да, дело в том, что даже слово религия, это очень хорошее слово. Латынское слово религио, наставление в вере. А мы его взяли и извратили как что-то нехорошее. Хорошо, мы смотрим на эти учения. Хорошо, например, берем одно из направлений, которые есть в этом тайном учении. И, ну, будем говорить, нумерология. Тоже мы говорили с тобой за одно место. У Авраама было 316 или 318 слух. И слово Елизар или Элизар, оно имеет числовое изображение именно столько же. И раввины говорят, смотри, один Элизар стоил этих 318 рабов. То есть так он ценился? А? То есть он ценился? Да. А, ну, извини, а кого он послал выбрать невесту, своему сыну? Его, его. Ни простого, ни левого человека. Дальше. Нам рассказывается за жертвоприношение Авраама. И это тоже интересно. Ну, почему? Оно написано про образ на будущее. Про образ на будущее, про образ на Христа. Почему? Потому что Авраам не Исаака убил, хоть собирался. А Бог сказал, не делай этого. То есть дети в стороне. Он агнец. Возьми его. И Авраам принес. И мы видим огромное благословение. Дальше. Мы видим иногда и то, что для многих, например, оно сегодня, оно удивительно. Почему? Человек читает. Человек молится. Человек просит Божия. Дай мне откровение. У меня есть проблема. У меня есть проблема. И человек начинает молиться. И Бог говорит, открой местописание. Я вроде говорил в одной из передач, когда я молился за своих родственников. И Бог мне открыл. Я сомневался в том, что, возможно, мои родственники будут спасены. И Дух Святой сказал, открой Захарий 9.11. А что до тебя, то ради крови и завета твоего, я спасу пленников твоих из рва, в котором нет воды. И я видел, что покаялся отец, потом покаялась сестра. И это было огромное благословение для меня. То есть, Писание говорит нам это. Хорошо. А теперь давайте посмотрим скрытые смыслы в том, что мы читаем. Господь пастырь мой. Почему Он пастырь мой? Почему? Господи. И написано, Он ведет меня. Он руководит. Он руководит. Попоит. Да. Он ведет меня на пастбище к водам тихим. Даже и долиной смерти пойду, не убоюсь зла, потому что ты со мною. И дальше говорится о торжестве верующего человека над злом. Ты приготовил трапезу ввиду врагов моих. Умасил я им голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость твоя досопровождает меня. И я пребуду в доме Господня многие дни. Смотри, Юра. Юра, я неоднократно говорил, что самая яркая модель новозаветного пастыря, это 22-й псалом. Аминь. Вот кем должен быть сегодня. Это не Давид, это даже не Христос, хотя это и Христос. Модель образец новозаветного пастыря. К сожалению, такого мы не имеем, к сожалению. Ну да, потому что, ну как тебе сказать, Юра, образец, который мы имеем, это то, что нам дали, как говорится, подчерственники. Этот образец. Например, я могу смотреть на брата Федора Азатшука. Я с ним был. Я видел образец пастыря. Бессеребрянник. Во всех проявлениях бессеребрянник. И в любое время придешь к нему, его двери открыты. Хоть он мог бы сказать, ну ребята, извините, я уже немножко в годах, дайте отдать. Юра, прошу прощения, то, о чем ты говоришь, позвонил мне один не так давно, говорит, Юрий Михайлович, одного из штатов, ну они меня знают, говорит, мы хотим пригласить, сочетать мою дочь. Не сочетать, сочетать, ну браком. Я понял. Мы раз-раз, я говорю, я посмотрел по графику, говорю, хорошо. Решили вопрос. Он говорит, я оплачу билет на самолет. Я говорю, пока я в состоянии оплатить себе билет, пусть это будет мой подарок молодоженам. Почти положил трубку, говорит, я прошу прощения, Юрий Михайлович, а сколько ты берешь за сочетание? Я опешил. Говорю, за какое сочетание? Назвал его по имени. Ну сколько ты берешь? Я говорю, ты знаешь меня много лет. Ты хотя бы раз слышал, что сочетывая, я так установил. Ну такого не было, говорит, Юрий Михайлович. Ну понимаешь, говорит, сейчас же время поменялось, наши пастыря берут за сочетание. Я никого не осуждаю. Бери миллион, бери за сочетание. Но продавать, продавать то помазание, священодействие продавать за 30 серебряников, да сохранит Господь. И он понял мою реакцию и говорит, я прошу прощения, я понял, что я... Я говорю, ты наступил на живое место. То есть я к чему? Вот такие, как Федор, бессеребрянники их называли, и им подобные. То есть он не смотрел на воздаяние. А сейчас, извини меня, пастырь, он установил таксу. И, то есть оплатить билет на самолет нормально, там какие-то расходы, это нормально. Потому что у тебя семья, у меня семья, ну есть своих билов куча. Но так, чтобы я установил таксу, так обожжи. А я задал вопрос, а за вечерю Господнюю он тоже у вас берет таксу, ваш пастырь? Ну, то есть надо же преподать вечерю Господнюю. Говорит, ну пока он до этого не додумался. Я говорю, если он уже додумался до того, что за сочетание он берет эти 300 или 500 долларов, что он час постоял, то, говорю, придет такое время. То есть это, я к слову говорю, действительно такие подобные, как ты говоришь, Господь пастырь мой, образец и модель этих пастырей или епископов, наших с тобой учителей. Да, и я не боюсь говорить людям за своих учителей. Я не боюсь, например, вот для меня во многом был и Степан Калайнин, к примеру. Я помню, когда в церкви он объявил вечером, в воскресенье, что надо помочь вдове. Ну, я думал, люди соберутся, смотрю, и он тоже самое, и он поехал с нами, и он работал, дети там возбухали. Он говорит, ребята, поймите, ваша работа подождет, а вдова не подождет. И это было для нас примером. Почему? Ну, потому что это пример пастыря. Пастыря. Хорошо. Идем дальше. 22-й псалом, идем дальше, Юрий. Хорошо, Юрий. Сколько у нас осталось? У нас 16 минут. Хорошо. Дальше и интересное есть то, что, например, ну, снова же я читал еврейских раввинов. Они говорят то, что в Библии закодированы имена всех раввинов, которые исследовали Тору и учили ее. И для меня это было очень интересно. Почему? Ну, как это так? Как это так? Но один из них сказал, у одного из раввинов, ну, имя можно было написать по-другому. Но когда его написали по-другому, библейский кот замолчал. То есть, оказывается, есть это. Снова есть книга, библейский кот. Есть, да. Есть тоже. Там описываются, снова же, многие вещи, которые касались Торы. Буквы и компьютер искал, ну, похожие, как бы, выражения. И они сообщили американскому правительству еще до 9 сентября 2011-го, что будет взрыв башен. Но, как говорится, их прогнозам никто не поверил. Хорошо, Юра, давай мы будем говорить дальше. Что у нас еще интересного есть в Писании? Теперь Писание повертает нас. Возвращает. Возвращает, да. Но у нас есть два завета, верхний и новый. Мы немножко поговорили за Тору. Вы знаете, друзья, многие вещи, которые я бы хотел говорить за Тору, я просто понимаю, что мы их не поймем и не примем сегодня. Почему? Потому что, ну, нельзя, как говорится, сразу делать то, к чему люди не привыкли. А знаешь, Юра, почему? Я тебе говорил в прямом эфире не так давно. Ты служитель, слово, любознатель. Любознатель. И это тебя выделяет. То есть ты не удовлетворяешься тем, что закинем сети по правую сторону, а вот придите ко мне все труждающиеся и бремененные. То есть, ну, такая поверхностная проповедь призывная. То есть ты копаешь намного глубже, чем многие из нас. Это тебе, тебе это очень интересно. И мне это интересно. Я более чем уверен, что сегодня много тысяч прильнули к телеэкрану, и им тоже очень интересно то, о чем ты говоришь. А мы привыкли, мы привыкли к поверхностной проповеди, ну, чисто вот так, что для среднего нашего уровня наших слушателей. То, о чем ты говоришь, оно очень интересно. Хорошо, Юр. Дело в том, что Новый Завет. А теперь давай мы тронемся именно Нового Завета. Почему? Потому что это тоже очень интересная книга. Хорошо. Мы видим очень много то, что психология сегодня берет оттуда. Очень много. Например, Деяние апостолов 6 глава с 1 по 7 стих. Как нам разбирать проблемы? От и до. Дальше. Матвея 11, 28, 29. Как сохранить, то есть получить и сохранить мир Божий? Дальше. В Иова есть места то же самое. Как нам сохранить мир Божий? В Фессонитике, то есть в Филиппийцам 4 с 4 по 9 стих тоже продолжение темы мира Божьего, другими словами. Хорошо. Это как нам избежать, ну, будем говорить, депрессии. Оно все есть. Дальше. Следующее. Мировая история. Мировая история. Это меня интересовало и интересует. Знаешь, когда-то в 85-м году, будучи всего один год верующим, я читал Библию и читал как раз Даниила и думал, Господь, а что будет с Советским Союзом? Ну, это что же империя? Это что же выступает против тебя? Не прошло два года. Я ездил в Сызрань. Это сейчас Самарская область. И один верующий меня спросил, Юра, ты знаешь код Библии? Я говорю, поделитесь. Он говорит, придет человек. Придет человек. С печатью на голове. И это будет конец Советского Союза. Буквально прошел, это был 77-78, в 91-м году Союз развалился. Пришел человек. Да, да, да. Хорошо. Дальше. Израиль. Самое большее меня интересует тема Израиля. Вот сегодня мы с Александром Куманским проводим программу «Израиль сегодня». И сегодня проблема. Кто победит? Трамп или демократы? Да. Ну, вы знаете, по тому, что когда-то я говорил за то откровение, которое я получил. Ну, конечно, дай бог, чтобы Трамп пришел. Хоть пару лет побыл. Потому что я знаю, что, возможно, ему не дадут. Не дадут. Это одно, как не дали в тот раз. Что-то устроили. Чуть не убили. Да. Недавно, кстати. Да, недавно. Но дело в том, что мы говорили, что 28-й год – это ключевой год. Почему 80 лет создания государства Израиль не пройдет род сей? Меня это интересовало. И я полностью изучал историю Израиля. У меня дома есть книги. Есть книги, как евреи были в рассеянии. Как за вот эту книгу они страдали. И вы знаете, друзья, это интересная история. Но люди выстояли и люди жили именно этим. И вы знаете, Тора, Тора, она сегодня говорит и на Новый Завет. Очень многие вещи. И вот Израиль. Израиль, 48-й год. Листья смоквы, а смоква – это Израиль, они стали мягкими. Государство Израиль образовалось. Извини, около 10 войн, которые сопровождали независимость Израиля. И сегодня встает палестинский вопрос. Снова же. Почему, почему не евреи заняли Палестину, а заняла Трансиордания? Почему об этом никто не говорит? Почему сегодня все шишки летят на Израиль? Снова же. Мы видим, что это будет. И Захария оставляет нам три последних главы. Что придет время, и они окружат Иерусалим. И скажут, отдайте нам Иерусалим. И будет война. Три блока. Тогда еще мы говорили о создании мусульманского блока. Он уже есть, он уже создан. Под главенством Саудовской Аравии. Ну и там уже активно подключился не только Иран, а уже Турция активно подключилась. Да, да. Мы знаем, что мусульманский мир. Почему? У евреев есть очень интересный метод толкования ПШР. Что это такое? Это наложение торы на обстоятельства. Вот, например, когда в 70-м году Рим разрушал Иерусалим, они сказали, что Рим, Рим, это Идумеи. Рим, это Идумеи. И получается, что сегодня они говорят, написано в пророка Иеремии, Бог спрашивает, откуда ты, что ты видишь? Котел, поддуваемый с севера. И они говорят, как бы государство, которое нападет на Израиль, это будет Вавилон. Сегодня или вчера я услышал интересную вещь. Проходит три года, и американские войска уходят из Ирака. Совершенно верно. Кто придет на это место, придут те же, та же реакция, как пришла в Афганистане. Талибан. Возможно, и хуже, возможно, ИГИЛ придет. Да, подобно ему. И у них, у всех, извините, глаза, как у драконов горят на Израиль, уничтожить Израиль. Юра, это очень интересная тема. То, что сегодня масса мусульман была приглашаема и приглашена не Кемином, Байденом и Харрис, была приглашена в Америку, хлынули сюда, из Сирии брали, Афганистан брали, берут. Потом, кого только сюда не берут. То есть, и вот эта прослойка мусульманская в Америке, плотские люди, плотского ума, американцы, и те, которые стоят во главе, они думают, что мусульмане ассимилируются в западный образ жизни, примут систему ценностей западного мира, и все будет хорошо. Этого никогда не произойдет. И то, что показала сегодня мусульманская общественность в Америке по отношению к Израилю, в защиту Палестины, это, делу даешься, как это может произойти в богом благословенной, в кавычках, некогда христианской стране. Юра, ответ простой. Я это говорил Александру Куманскому, Саша мой друг, хороший друг. Скажи нам сейчас. Я ему говорил, как мы молимся за Трампа, но Бог поставит человека, который нужен ему для совершения его дела. Когда-то на второй срок молились за Трампа, я сказал, Трамп не будет, потому что за неделю назад я получил ответ Байден. Я позвонил Александру и некоторым друзьям, которые, Юра, до этого не может быть, до вся Америка, до все пророки. Я говорю, я не знаю, что все пророки. Я говорю, он не будет, потому что я получил ответ. Юра, а что будет с Украиной? Тебе Господь ничего не говорит. Я говорю с разными пророками. На ухо мне один пророк шепнул буквально три недели назад. Я не буду озвучивать это. Почему Господь молчит относительно Украины сегодня? Пророчество за одно, за другое, за Трампа, за Украину вообще тишина. Юра, на третий день войны моя жена нашла в интернете пророчица в грузинской Монакине. 92-й год. Юра, она что, телевизор в будущее смотрела? И что она говорит за Украину? Она говорит то, что Россия потерпит сокрушительное поражение. Дай Бог. Выкинут ее с Черного моря. Она потеряет свои территории. И Украина станет более-менее. Почему? Говорит, Богу надоело. Это система лжи, которая у них. Но, Юра, все-таки рана зверя исцелена. Юра, я за рану имею совсем другие понятия. Я знаю, это я образно выражался. И возвращаясь к Израилю, то есть то, о чем ты говоришь, твои размышления, да, относительно происходящего в Израиле, оно же, те символы, образы, прообразы, они же много заложены. Христос так много говорил о сегодняшнем дне, что когда читаешь 24 или 25 Матфея, думаешь, вау, вот это да. Юра, просто наши друзья не понимают одной вещи. Там написано за три периода. И Иисуса спросили за храм, дальше, за кончину века и его предшествия, три вещи. И он там сказал за великую скорбь, которая уже была в Иерусалиме в 70-м году. То, что было там, не дай бог даже в фильмах увидеть. Я когда это исследовал, читал, мне было страшно. Дальше, кончина века, то, что будет сейчас, скоро, мы живем. И мы видим, что все идет к тому. Я знаю, вот когда-то с Виньковским я говорил, он еще был живой, он ездил в Ганну. Он говорит, Ганна заключила завет с Христом на тысячу лет. И он сказал, что делается в Гане? Во всех странах вокруг куча мух в Гане нету. В Гане чистота. Говорит, в магазинах алкоголь стоит, ему никто не покупает. Они заключили на государственном уровне договор со Христом на тысячу лет. Что делает Европа? Наоборот. Наоборот. Да, к сожалению. Хорошо. И, Юра, я думаю, вот это ответ на многие вещи, на многие вещи, которые мы сегодня смотрим. Мы, как верующие, смотрим через призму Писания. Другие люди смотрят через призму свободы. Какая свобода? Извините, свобода, когда человек свободен. Но, извините, когда человек сидит на игле, когда он не может оторваться от сигареты, когда он не может оторваться от спиртного, когда его глаза блудливо смотрят по сторонам, когда, извините, институт семьи убивается в полном понятии слова. Юра, вот почему они приглашают мусульман? Я понял. Мы... Я возвратился с Европы буквально несколько дней назад. мы с женой обратно летели в Америку. И изумление было. Столько женщин с накулками на теле я в жизни не встречал еще. Но я же в Европе был, ну, ну, если не сотни, так много раз. Не знаешь, куда в глазах глядят. Женщины, ну, мужчины это такое, знаешь, уж как говорится, в женщины столько в аэропортах везде, на улицах, в магазинах везде, в общественных местах. Прямо смотришь и думаешь, вот это Европа. Вот это Европа. Куда мы докатились? Я-я-я. Ну, понимаешь, Юра, есть такая, знаешь, грубая пословица, каждый с ума сходит по-своему. По-своему. Это раз. Во-вторых, первая тату, которая сделана человеком. Я не знаю, что это за тату, но каждая тату имеет свою символику. И я слушал, ну, украинское телевидение, выпуская такую программу «Мистические истории». И там дается слово священнику, ведьме, психологу. И женщина, которая занималась оккультизмом, она сказала, что они нанесли на свою руку, на свое тело. Оно входит, и его оттуда уже никто не вылетает. И оно делает все хуже, хуже и хуже. Ну, извините, но на женщину приятно смотреть, на ее тело. Но извините, если она идет вся зеленая, ну, это, мне кажется, уже какая-то ведьмочка с болота вышла. Но извините, женщина, это красота, это благословение, все. Но это самое нежное, самое милое, что есть в этом мире. Она из себя дикобраза делает. Ну, Юра, давай мы пока... Осталось, Юра, полторы минуты. Ясно. У нас интересная тема с тобой. Ну, Юр. Завершая Израиль и Иерусалим. Хорошо. И снова же Писание нам открывает, что будет война. Будет война. На Ближнем Востоке. Да. И разгорится еще ярче, да? Да. И она будет только за один город, за Иерусалимом. Бог сказал, Бог сказал, не я говорю, и не ты говоришь, и не наши друзья, что я сделаю Иерусалим камнем предкновения. Я дам им выпить чашу иступления. И в одном месте вы скажете, мы не будем. Нет, вы будете. Почему это? Ну, во-первых, Бог хочет наказать народы за издевательство над Его народом. Мы много раз говорили о том, что пережил Израиль. Народ, который сегодня не числится среди народов, это Божий народ. Это дети Авраама, друга Божьего. Ну, Юра, когда, например, когда-то кто-то делал нехорошо моим детям, я заступался. Это мои дети. Извините, это не что-то левое или правое, это мои дети. А это дети Авраама, Друга Божьего. И мы знаем, что Бог давал свое обещание. И в последнее время мы говорим, что да, народы станут против Иерусалима. И даже евреи будут воевать за Иерусалим, потому что у них захотят забрать. А это ихняя столица. Это то, которое Бог дал им. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова